День Конституции в школе номер 7 отмечают тематическим уроком по праву. Проходит он в формате викторины. Ученики разделились на команды и штурмуют вопросы о правах и обязанностях граждан. Такие необычные занятия в школе скорее исключение, чем правило, но позволяют лучше узнать предмет и эффективнее запоминать сведения. Конституцию мы начинаем изучать не в 11 классе, на котором вы присутствовали. Конституцию у нас изучают школьники, начиная с обществознания, и в 6 классе, и в 7 классе мы говорим. Очень подробно говорим про политическую сферу в 9 классе, в 10 классе и в 11 классе. То есть это у нас проходит через несколько лет. И в ЕГЭ посвящены вопросы Конституции, четко за определенными вопросами закреплена тематика Конституции, поэтому с практической точки зрения это надо знать. День Конституции в стране отмечают с 1936 года. С тех пор главный документ государства несколько раз менялся, обновлялся и усовершенствовался. В том виде, в котором мы знаем его сейчас, он существует с 93 года. Знать Конституцию не на зубок, но хотя бы поверхностно, быть бегло с ней знакомым должен каждый. Это школьники прекрасно понимают. Мне кажется, это даже и на бытовом уровне, потому что человек сейчас недооценивает свои права, их преимущества, которые он может использовать практически каждый день, даже не практически, а точно, которые будут помогать ему осваиваться в жизни, ему работать, жить. Даже если он приходит в магазин, это ему помогает, это защищает ему его права. Интересно то, что ты изучаешь общество, в котором ты сам находишься, и, в принципе, интерес в том, что ты знаешь какие-то права, знаешь, как оно устроено, общество, и, в принципе, развиваешься вокруг озора. Вопросы в викторине сложные, касающиеся прав и свобод человека, устройства государства. Но даже самыми трудными заданиями учеников не удивить. В ЕГЭ будут еще сложнее. Некоторые люди не понимают, зачем нам нужна Конституция, но это ошибка, и мы должны посещать уроки по праву, поскольку Конституция нам дает возможности делать все, что мы хотим, показывает нам наши права. Общество знания – предмет достаточно комплексный. Он включает в себя вопросы, сведения, связанные с большим комплексом наук. То есть это и экономика, и право, и социальная сфера, и психология. Поэтому большой блок вопросов неразрывно связан именно с юриспруденцией, с областью права. Праздник школьники единогласно считают важным, но радовались бы ему гораздо больше, если бы он стал, как и раньше, выходным, а не рабочим днем. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ, Иваново.